Слава Богу, братья и сёстры! Мы имеем возможность опять быть в служении по милости Господней. Милосердие Его, Писание говорит, не истощилось. У Него очень много милости. Оно обновляется каждое утро. Слава нашему Господу! И поэтому мы сегодня опять пред Господом нашим можем быть уверены, что и на завтра милости у Него хватит. И можем этого ожидать с верой и упованием на нашего Господа. А сегодня мы имеем молитвное служение. Перед началом мы будем молиться краткой молитвой благодаря Господу. И прося благословения на это служение. И я хотел бы прочитать одно место Священного Писания, записанное Иваном Лею Луки. 12 глава, 35 стишок и ниже. «Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, чтобы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которые Господин Прошедший найдет бодрствующими. Истинно, говорю вам, он припояшется, посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет сын человеческий, слава Богу». Вот такое слово наставительное для нас призывает нас прежде всего, чтобы наши тресла были припоязаны, наши светильники были горящие, и мы были бодрствующими людьми, подобные людям, ожидающим возвращения Господина своего. То, что как о нас, правда же, как и мы вот так ожидаем Господа нашего, и не знаем, когда придет сегодня, или завтра, или, может быть, позже. Мы не знаем, но мы ожидаем, что в любой момент он может прийти. И вот сегодняшнее служение – это как раз опять наше, можно сказать, вдохновение такое, можно сказать, такой контроль, самоконтроль, которым мы, вставая пред Господом, обходим по его, можно сказать, просвещению Словой и Духом Святым. Действительно ли мы вот готовы сегодня, сейчас же, если бы он сейчас постучался и пришел, готовы ли мы, если так, говорит, то блаженны работе. Слава Богу нашему! К этому блаженству мы стремимся, и поэтому давайте встанем на наши ноги и помолимся, прося благословения. Слава Иисусу Христу! Слава Богу! Хороший псалом такой, что наши все источники в нашем Господе Иисусе Христе. Пусть это так и будет, пусть наша жизнь, она будет всегда в Господе. И, чтобы мы, написано, что вы не делайте, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Мы сегодня собрались в Его имя. Люди во много, по многим причинам они собираются иногда вместе. Например, музыканты, они собираются, потому что их объединяет музыка. Спортсмены или болельщики, они собираются, потому что их объединяет спорт. Люди приходят учиться, потому что, и все вместе учатся, потому что это их объединяет. Работа также объединяет. Но нас объединяет имя Иисуса Христа. Слава Ему! И мы сегодня собрались на это место для того, чтобы искать Его лицо, для того, чтобы созерцать красоту Его, как написано в Псалом 26, 4 стиха. Давид говорит, одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем, и во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Одного просил я у Господа, Давид говорит, и этого только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем, во все дни жизни моей, говорит, во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Во все дни жизни своей у Давида было такое желание, чтобы находиться в храме Божьем, там, где присутствие Божие. А Новый Завет нам открывает и написано, что вы храм Духа Святого, и Дух Божий живет в вас. Слава нашему Господу! И мы являемся этим храмом Духа Святого, и мы можем призывать нашего Господа на любом месте, и это благодаря Иисусу Христу. Слава Ему! Сегодня, возможно, мы привыкаем к тому, что мы так можем спокойно или так легко склонить свои колени на любом месте и помолиться нашему Господу, но за это была заплачена цена, цена нашего Господа Иисуса Христа. Мне хочется сказать Аллилуйя! Слава Господу! Пускай имя нашего Господа, оно будет прославлено в нашей жизни, и Давид, он говорит, что я этого просил, и я этого ищу. Пускай нам Бог поможет, чтобы мы хранили себя, потому что мы есть храм Духа Святого. И написано в другом месте, что кто разрушит храм, того покарает Бог, поэтому у нас также есть ответственность над тем, чтобы нам хранить свое сердце, свой дух и ходить пред Господом правильно. Пусть Бог благословит каждого из нас в этом. И еще одно место, следующее я прочитаю, это уже Новый Завет, записанные такие слова. 2 Коринфянам, 3 глава, 17 стиха. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Мы же все открытым лицом взираем на Господню славу и преображаемся в тот же образ. Я недавно, кто помнит, тоже проповедовал о том, что нам нужно смотреть всегда на Иисуса Христа, что бы ни было в нашем жизни, потому что так нас учит Слово Божие. И только когда мы смотрим на Него, мы сможем идти, мы сможем, если даже бывает, человек где-то испотыкается и падает, но когда он смотрит на Иисуса Христа, это написано, что как змей был вознесен в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. И всякий, кто верует в Него, он будет иметь жизнь вечную. Слава нашему Господу! Поэтому на протяжении всей нашей жизни нам нужно всегда смотреть на нашего Господа как совершителя веры. И я говорил в прошлый раз более о том, что какие бы трудности ни произошли в нашей жизни, нам нужно смотреть на Иисуса Христа. Но в этот раз я хотел бы обратить наше внимание, что когда мы взираем на Его славу, то преображаемся в тот же образ. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, то мы меняемся в Его образ, мы становимся более похожи на Него. И здесь говорится, что чтобы мы все открытым лицом, как в зеркале взирали на славу Господню. Что это значит открытым лицом? Я не знаю, может это такое другое, какое-то особое значение открытым лицом. Но я хотел бы так подумать о том, как мы приходим к Господу нашему, как мы смотрим и как важно быть открытым пред Ним, как важно быть откровенным пред Ним, как важно ничего не прятать пред нашим Господом, не приходить с каким-то, возможно, лукавством, я не знаю, или еще что-то спрятать пред Ним, но ходить постоянно во свете. И здесь говорится, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, взирая на славу Господню, всматриваяся нашего Господа Иисуса Христа. Знаете, когда я был еще подростком, у меня есть старший брат, он на 4 года старше меня, и когда он начал подрастать, уже 11 класс, после школы он пошел учиться, и он отступил от Бога. И он начал, знаете, ходить где-то там по вечерам и делать не то, что нужно. И я так начал смотреть на него, как старшего брата, и начал брать пример с него, и начал что-то повторять с него, мне что-то нравилось с ним, но позже я понял, что он идет не туда. О чем я здесь хочу сказать, взирая это, это просто всматриваяся, я всматриваяся на Иисуса Христа, как он поступал. Да, я смотрел на брата своего, он пошел не своей дорогой, но Слово Божие нас призывает, чтобы мы всматривались в Иисуса Христа, чтобы мы всматривались в Него через Слово Божие, чтобы мы всматривались в Него через молитву, чтобы мы смотрели на Него, как он поступал. Я смотрел на своего брата, как поступал он, Я старался в чем-то подражать Ему, но Слово Божие нас призывает, чтобы мы сматривались в Иисуса Христа, и тогда мы будем преображаться в Его образ, тогда характер наш будет меняться, тогда Господь будет освобождать из нас, если мы будем сматривать в Него, мы будем Его познавать через Слово Божие. Пусть Бог благословит каждого из нас. И я еще одно место прочитаю, это записана книга Моисея, Исход, 25 глава, 40 стих. «Смотри, сделай их по тому образу, какой показан тебе на горе». Это было сказано Моисею в свое время, и он восходил на гору в присутствии Божия, он поднимался там, и иногда он там ждал некоторое время, там написано, что он шесть дней ждал, потом Бог начал говорить к нему. И для него там было разное повеление, для скиния, какая скиния должна быть устроена, закон там был дан на горе. И Бог говорит к Моисею, смотри, сделай их по тому образу, какой показан тебе на горе. И когда мы приближаемся к Господу нашему, мы ищем у Его, мы ожидаем у Его, Он начинает говорить к нашему сердцу. Он говорит нам, что нам нужно изменить в своей жизни, в своем характере. И очень важно не только услышать, что нужно и как нужно жить, но важно сделать все, что было сказано, когда мы приблизились к Нему, когда мы услышали Его голос, как Моисею было сказано. Сделай все, что тебе было показано на горе, когда ты пришел в присутствие Божие. И мы сейчас идем к молитве для того, чтобы приближаться к нашему Господу. И еще одно место я прочитаю, это Якова записана, 1 глава 22 стиха. «Будьте же исполнители мы слова, а не слушатели мы только обманывающих сами себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Слава нашему Господу! И мы сегодня будем дальше молиться и вникать в Слово Божие. Я желаю каждому из нас, чтобы мы были исполнителями, чтобы мы так всматривались в этот закон, чтобы мы так всматривались в Слово Божие, чтобы мы видели в нем Иисуса Христа, и взирая на Его славу, чтобы наша жизнь, она действительно менялась, чтобы мы, ходя за нашим Господом, ходя в служение, чтобы мы не были только слушателями. Я недавно с одним из братом рассуждал о том, что можно ходить на служение, можно ходить годами, а так и не меняться. Так характер остается таким же, какие-то привычки, они остаются такими же. Но Бог, Он хочет, чтобы мы менялись. И только при одном условии, если мы вникаем в Слово Божие, если мы ищем нашего Господа Иисуса Христа, и если наш взгляд на Него, мы созерцаем Его красоту, мы меняемся тогда в Его образ. А сейчас давайте просто будем искать Его и прославлять Его имя. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. По Господней милости, мы с вами вновь пришли в Дом Божий, в Дом молитвы, чтобы взыскать лица нашего Господа. Слава Богу. Мы с вами знаем, что наш Бог, Он есть Бог живой. И об этом Писание нам с вами говорит. Знаете, в Божьем Слове много есть таких ободряющих, хороших стихов, которые я когда читаю, что действительно укрепляешься в Господе. И даже здесь мы с вами читаем такой стих, замечательный, написанный, где Господь однажды Сам сказал такие слова о Себе. И Он сказал, что Он есть путь истина и жизнь. Знаете, я размышлял над этим стихом и размышлял именно над той частью, где написано, что Я есть жизнь. Мы с вами читаем, что Господь, Он пришел на эту землю, что Он был на этой земле, Он прожил определенный срок этого времени, и Он был умершлен людьми. Он был повешен на древе, и Он взял на себя это проклятие, этого мира на себя. И, знаете, был распят за наши с вами грехи. Но пришел тот день, Писание говорит, что в третий день Христос, Он воскрес. И мы с вами теперь служим и поклоняемся Богу, который есть Бог живой. И если Господь есть Бог живой, то мы также с вами должны быть живыми для нашего Господа. Если мы с вами откроем, я буду читать некоторые места из Писания, буду читать выборочно. Первое место записано в первом послании Петра, 2 глава, 4 и 5 стих. 1 Петра, 2 глава, 4 стих. «Приступая к нему камню живому, человеками отверженными, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, дабы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». «Приступая к нему камню живому, и сами, как живые камни». То есть мы здесь с вами видим так же самое, есть такое, как бы не совпадение, можно сказать, а сопоставление слов, где Господь говорит, что, где апостол Петр, он говорит, что мы приходим к нему, как к живому камню. То есть Господь наш является живым Богом. И если мы веруем в живого Бога, то мы также с вами должны быть живыми. И здесь говорится уже такой преобраз, что и сами мы, как эти живые камни, мы должны устроять дом духовный. Слава нашему Господу! И знаете, братья и сестры, что задается тогда такой вопрос, если мы с вами откроем римлянам, апостол Павел пишет такие интересные слова к римлянам. Это будет 10 глава, 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но дальше задаются вопросы. Но как призывать в того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? И знаете, братья и сестры, слава нашему Господу, что мы с вами живем в такое время. Время благодати, время изобилия слова. И я не думаю, что на этом месте есть человек, который бы сказал, что он никогда еще в своей жизни не слышал проповеди Евангелия. То есть, если мы посмотрим на эти вопросы, которые задавались здесь, здесь такая самосвязывающая цепочка идет. Значит, как можно проповедовать, если не будут посланы? Но мы с вами благословены, потому что Евангелие сегодня говорится много раз. И много раз проповедуется Слово Божие и с этого места, и с других мест. Но возвращаемся обратно. Значит, Слово Божие уже каждый из нас слышал. Уже нету человека, который бы сказал, что я не слышал Слово Божьего. Но посмотрите, значит, если мы услышали Слово Божье, значит, что дальше будем? Дальше мы должны в Него уверовать. Если мы уверовали в это Слово Божье, то что мы будем делать? Мы можем тогда призывать того, в кого мы уверовали. А если мы будем призывать того, кого мы уверовали, то мы спасемся. И знаете, здесь Господне Слово нам говорит явно, что каждый из нас, он должен однажды услышать это Слово живое. Каждый из нас, он должен уверовать то Слово, которое проповедуется. А если мы уверовали, то значит, мы можем тогда взывать к нашему Господу. Слава Богу! И знаете, Господь есть Бог живой, и Господь, Он делает все для того, чтобы мы с вами могли сегодня быть на этом месте, чтобы мы могли преклониться перед Ним и прославить Его имя Святое. Да будет Ему слава! Давайте еще откроем деяния святых апостолов. Записаны тоже такие интересные слова. Это будет 4 глава. 4 глава. Здесь однажды апостол Петр с Иоанном, они стояли перед великим множеством народа. И они проповедовали Слово Божье. И там написано, что потом к ним подошли священники, подошли к ним начальники стражей, подошли саддукеи, и они начали задавать много вопросов. Они начали, пытались остановить их, почему они проповедуют этого Христа, то еще и распятого, и воскресшего. И здесь смотрите, что договорится Слово Божье. 11 стих. Апостол Петр написано, что он был наполнен Духом Святым, и он сказал такие слова, что «Он, то есть Христос, есть камень, пренебреженный вами зыздущими, но сделался главой угла, и нету ни в ком иного спасения. Ибо нету другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы спастись». Слава нашему Богу! Вы знаете, братья и сестры, опять мы возвращаемся к этому, что никто не может спастись, если не уверует в Иисуса Христа. Что нету другого имени данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. И это имя Иисус Христос, слава нашему Богу! Мы читаем из Писания, что Бог сделал так, что Христос пришел на эту землю, и Он стал посредником между нами и между Богом. И мы не можем прийти пред престол Бога, мы не можем прийти пред Его присутствием, если мы не пройдем сначала через Иисуса Христа. Если мы не поверуем в Христа, если мы не поверуем в Его распятие, в Его воскресенье, и в жизнь, которую Он дает, то мы не можем иметь встречи с Господом. И поэтому очень важно, братья и сестры, чтобы каждый из нас, он был живой не только плотью, не только телом, а также своим духом. Знаете, однажды к Христу подошел один человек. Давайте откроем это местописание. Это будет история об Никодиме. И там написаны такие слова, что этот человек, он подошел однажды ко Христу, и он начал Христу задавать интересные вопросы. Он подошел ко Христу и начал говорить Христу такие... Я, наверное, не записал это место. Может, кто напомнит мне, где написано. Иоанна, спасибо. Иоанна, третья глава, да. Давайте прочитаем это место. Это будет с первого стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Христу ночи и сказал, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо такие чудеса, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, «Как человек может родиться, будучи стар? Неужели он в другой раз войдет в утробу матери своей и родится?» Иисус отвечал, «Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». И здесь мы с вами тоже видим интересный такой эпизод, когда человек, который, казалось бы, знал Писание, который был этим начальником иудейским, который был этим фарисеем, который занимался этим чтением, изучением Писания, и он приходит и задает Христу такие вопросы, что нужно, чтобы спастись. И Христос ему отвечает, что тот человек, который не родился свыше, он не может войти в Царство Божие. И опять мы возвращаемся к той же самой мысли, что оказывается, человек, он может быть живой плотью, он может ходить по этой земле, он может что-то делать, но он может быть совершенно мертвый в своем духе. И Господь призывает нас, что если мы не покаемся, если мы не призовем имя Христово, то мы не сможем войти в Царство Божие. Знаете, однажды я слышал одного проповедника, и он наводил такой интересный пример. Он говорил такие слова, что одна пожилая женщина, сестра, она пришла, а ей нужно было поехать в дальнюю дорогу, и она пришла, как раньше мы это делали, ездили на этих поездах, на этих, в общем, в поезды она зашла, и в этом поезде было много людей, зашла в этот вагон, было много людей. И она задает такой вопрос, говорит, есть ли здесь кто живой? Знаете, люди на нее смотрели, думают, что это она такое говорит? Здесь полно людей, набито людей, что это за вопрос? Один человек там стоял, и он говорит, есть здесь живой. Знаете, братья и сестры, она обращалась к тому, кто может быть здесь есть кто-то с живой духом, но не плотью. А люди подумали, что с ней может быть что-то не то. Но нашелся один человек, я думаю, он понял конкретно вопрос, какой был заданный. А люди этого мира, они не могли ее понять, они думали, что что-то не то с этой бабкой. Но знаете, братья и сестры, к чему я все это веду? Чтобы мы с вами сегодня были живыми для нашего Господа. Чтобы мы с вами были этими живыми камнями, которые могли устроять дом духовный. Если мы с вами читаем притчу о блудном сыне, и помните, там был такой эпизод, когда этот отец, любящий отец, он ждал своего сына. И когда пришел тот момент, когда его сын уже вернулся, то помните, что он сказал там? Он сказал своим слугам, что придите, придите, и давайте будем делать пир, потому что сын мой был мертв, но он ожил. Слава нашему Богу! И то же самое слово он сказал своему старшему сыну, когда тот начал негодовать, что ему все это не нравилось. И он сказал, что тебе надо было радоваться о том, что брат твой, он был мертв, но он ожил. Хотя он не умирал по плоти, он был живой человек по плоти, но он духом своим умер, потому что он отошел от Господа. Знаете, дорогие братья и сестры, что сегодня можно быть живыми людьми, сегодня можно нормально функционировать, делать все своей плотью, но оказывается, можно быть мертвым по духу. Оказывается, может быть, то состояние человека, когда ты совершенно мертв, мертв внутри, когда Дух Святой не проявляется, когда Господь больше не совершает, когда Господь больше не касается тебя, потому что нечто поменялось внутри. И да поможет нам Господь, братья и сестры, чтобы мы взыскали нашего Господа, чтобы мы сегодня могли стать живыми камнями для Него, потому что Слово Божье говорит, что Он есть Бог живой. И если мы служим живому Богу, то мы должны быть также живыми для нашего Господа. Слава Богу! И хотелось бы призвать каждого из нас, чтобы мы с вами призывали имя Господне на этом месте, чтобы мы преклонились перед нашим Господом и воздали Ему эту хвалу. И если ты сегодня чувствуешь в своем сердце, что может быть у тебя внутри какая-то пустота, может быть, никакой жизни внутри нет, то ты пришел на правильное место, потому что Господь Он здесь. Слава нашему Богу! И Господь Он готов сегодня делать определенную работу над твоим и над моим сердцем. Господь Он хочет оживить сегодня наш дух, чтобы мы возгорелися к Нему, чтобы мы сегодня открыли свои уста, и Он наполнит нас своим Словом Божьим. Слава Богу! Господь хочет проявляться на этом месте Духом Святым, чтобы Его сила сходила на это место, но нужно, чтобы мы ожили перед Ним. Нужно, чтобы мы поправили свои пути, чтобы мы воззвали к Нему. И Слово Божье говорит такие слова, что придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Слава Богу, братья и сестры! Господь, Он еще есть Бог живой, Он еще готов совершать свою работу на этом месте, Он готов сегодня дать тебе свободу Духа твоего, может быть, нету этой свободы, может быть, попал в какое-то рабство греха, может быть, есть что-то в твоем сердце, что сегодня отвлекает тебя от Господа, и нету этого желания приходить в Дом Божий, то Господь, Он силен дать эту победу, Господь, Он силен переменить твое сердце, Он силен переменить твои обстоятельства, но готов ли ты Его встретить? Готов ли ты отдать Ему свое сердце? Готов ли ты веровать в Него и воззвать к Нему? Слава нашему Богу! Давайте в этой молитве мы воззовем нашему Господу, и мы проверим свое состояние, каковы мы перед нашим Богом. А Ему да будет слава! Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Мы снова пришли на место славить нашего Господа. Я думаю, что мы действительно так, как спевали, что на душе нашей хорошо, тепло, всегда спокойно, когда мы верим в нашего Господа. Но бывает так, не всегда так хорошо, не всегда так спокойно, как мы спеваем. Но тогда и тогда добре, когда мы всегда с Господом. Всегда быть с Господом в общении с Ним, в союзе с Ним. Оце мать такое доброе отношение с Господом. Даже если и не так, то, каже, я все равно буду знать и славить Господа Бога Мого. Вот так хотелось, чтобы мы в жизни нашими славили нашего Господа Иисуса Христа. Да, не всегда нам получается так, как мы живем. Хочется что-то лучшее, хочется что-то лучшее по отношению сну до Господа. Но мы можем принадлежать все свои старания, чтобы сближиться до Господа. Но бывают разные переживания и трудности. Я сегодня так-то думал и думаю, Господи, ну а что сказать? Ну, что можешь сказать? И так, мой дух, ты положил таке слово на сердце. Я прочитаю это мисце писания. Первая книга Царств. Пару мисц зачитаю Божье слово. И 25-й розділ. И читай 23-й из всех такие слова. «Когда Авегея увидела Давида, то поспешила сойти со сла, и пала пред Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли, и пала к ногам его, и сказала, «На мне грех, Господин мой, позволь рабе твоей говорить уши твои, и послухай слов рабы твоей». Третий, другой стих. Читаю выборочно такие слова. «И сказал Давид Авегеи, благословен Господь, Бог Израиль, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословен на ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отпустить за себя. Но жив Господь, Бог Израиль, удерживающий меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пошла навстречу мне, то до рассвета утреннего и не осталось бы навалу, мочащийся к стене». Другими все читаю четвертая книга «Цар», четвертый розділ. Из первого стиха такие слова. «Одна из жен, сынов пророческих, своплем говорила Елисею, раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавить, взять обоих детей моих враби себе. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе». Еще одно место прочитаю, уже снова заповеду, это слова Иисуса Христа, Евангелия от Иоанна. И прочитаю я, уже где записано 11 глава и 25-26 стих такие слова. Иисус сказал ей, «Я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий верующий и верующий в Меня не умрет вовек. Верующий всему». Вот таких три месяца Божьего славы я прочитал. Может, мы не раз их читали, не раз задумывалися. Но я сегодня так что-то читал эти месяца, так раздумывал еще пару дней назад. И думаю, ну когда приходит именно беда в нашу семью, або когда приходит переживание именно до нас. И как с этим бороться? Чи возможно как-то подолать? Чи возможно как-то пройти это или иное переживание? Когда оно настигает именно наше життя? И почему оно настигает? Писание говорит, что одного раза за часы Давида была такая история. Давид, будучи не знающий на таком возрасте, написано, когда он был недалеко біля одного человека, человек был написан на вал, человек такой нерозумный, ну багатый, мав стада біля себе. И Давид помогал, дешево его люди помогали всем людям на валу, и они сохраняли его оцей стада. И пришло время, и Давид попросил взять положение, то, что ему как бы надлежало, взять эту поживу с этого. И пришел до человека на валу, и Писание говорит, что попросил, дай мне то, что мне надлежало, я ж трудился, я ж оберегал. Молі люди, они стерегли твои стада, и ничего не пропало, когда они были в близости зі мною. Но на валу он говорит, кто такой Давид, кто такой Давид. И он говорит, что такое простое слово, но так сильно оскорбило Давида. И он сильно так возгнивался, сильно положил в сердце своему, что я приду назад, я возвращусь и в ту семью я посещу с гнівом своим. И я не оставлю в этой семье ничего, даже до последнего, даже может до собаки. Я ничего не оставлю. Что это означает? Я себе так думаю. Часто бывают наши небрежные слова, небрежные наши, поступки наши, они приводят до чего-то. Наводимо своими словами, наводимо своими вчинками беду, можем самим на святом, або на самого себя. Бо так написано, за слово человек даст очот даже перед Господом. И так же мы можем отвечать за слова свои, оттуда и на земле. Даже люди, которые сделали какой-то переступ, сделали какую-то неправду, то они говорят, что я ничего не буду говорить против себя, без свидетельствий. Пока я ничего не отказываюсь, боятся что-то говорить, чтобы их слово потом не за свидетельство против них. Не навлекли на тебя еще большую беду, яка может быть. И одного раза навал, он не пободрствовал, навал, он не подумал, что он говорит, не подумал, что он своим словом навлекает беду на себя, на свою дружину, на свои, возможно, семьи, на свой город. Он навлекает беду. Был богатый человек с Тадамом, кажется, власть, певно, мав, но он не пободрствовал. Часто мы не бодрствуем своим життям, поступками своими, можем навлекти беду на себя, на окружающих своих, но писание говорит, каже, что там в нього была жінка, была разумная жінка Авігея. Разумная жінка, вона почула, прийшел слуха, один из слух и сказал до жінки Авігеи, что приходил Давид, и он попросил твого человека то и то, но человек твой озлобился, он ничего не хотел дать, он сказал, что я ничего не видам. И написано, что жінка знала это, вона не знала, что дальше делать, но вона положила в своем сердце, что надо делать, что надо делать, что заступаться, потому что беда пришла в дом, беда пришла для человека, для нее так же, и надо что-то делать, кто что-то сделает. Но разумная жінка, вона делает что-то своими руками, своим разумом, благословенный в ней разум был, вона разумная жінка была от Господа, и Писание говорит, что она делает подарки для Давида, высылает на перед для Давида, и идет встречу тоже Давиду на ослі. И когда Писание говорит, что Авігея встречается с Давидом, я читал это место Божьего слова, и когда Авігея увидела Давида, то поспешила сойти со сла, и пала пред Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли, и пала к ногам его, и сказала, на мне грех, Господин мой, позволь рабе твоей говорить уши твои, и послухай слов рабы твоей. Я сметать думаю, Авігея, хіба грех на Тубибу, Авігея, хіба ты согрешила, то ж человек твой неразумный, вот так поступил, человек неразумный, то и то сделал, и он навлек беду. Ты, может, могла пить до Давида, Давиде, сделай так и так, я этого не говорила, прости меня, и я свободна, захисти меня, а дальше ты делай, что ты думал. Но не, брати и сестры, когда беда приходит в семью, когда беда приходит в твоей моем переживании, то разумный человек, разумная женщина, она вступается, она говорит, говорит, что я уже не говорю, что я такая горда, я могу сокрушиться и сказать, Господи, Господи, поможи мне в течение, что беда пришла в мою семью, беда пришла в мои переживания, кто мне поможет? Ну, если мой человек не пободрствовал, если жена не пободрствовала, если дети, что-то не так поступило, або еще кто-то из друзей, а мне, я думаю, Господи, я не буду сокрушать, они так сделаны, пусть отвечают. Но разумный человек, разумная женщина, она скажет, что нет, я сойдусь на это, и как я говорю, Абихея говорит, на мне этот грех, поможи, выслушай меня, выслушай мову мою, слова мои и послушай. Давид починает слухать Абихею, разумную женщину, и Писание говорит, каже, отвечает Давид уже Абихею, благословен Господь, Бог Израилев, Который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти, на пролице крови отомстил за меня, но жив Господь, Бог Израилев, удерживающий меня от насилия, нанесения зла тебе, если бы не ты вышла ко мне, брати и сестры, если бы не Абихея, если бы не Абихея, вышла бы на встречу, если бы не Абихея заступилася за своего человека, за семью свою, могла бы быть, история в Писании могла бы быть совсем по-другому написана, но я верю в это заступничество, это вера Абихеи, вера это желание спасти в свою семью, в своего человека, вона была наскільки висока, вона не побоялася Давида, не побоялася воинів, вона не побоялася, что Давид может первым ей там на встречу вбить, Давид голодный, Давид злий, Давид не знает, что с собой делать, но, каже, благословена ты, жінка, розум твой благословен, что через тебя, именно через тебя, зупиняй Господь меня, и даёт милость для твоей семьи, для твоего дома, если бы не ты вышла на встречу, то б до утра, до следующего утра, ничего не осталось, ни с семьей твоей, ни с домом твоим, но таки великий Господь, який послал тебе, благословенна ты, брати и сестры, благословенен ми сьогодні, если мы бачим переживания, если бачим трудности, и выходим на встречу, скажем, Господи, я иду в пролом, но тебе, Господи, ти бачиш моё переживание, ти значишь сімью мою, ти бачиш человека, дитину мою, яка, можливо, отошла, десь в світ заглядає, а я сьогодні в проломі, стою, Господи, поможи мені, Господи, я заступаюся, можливо, сатана навіть задумав, що до утра вже не буде з того, з чого чоловіка, я розрушу все, но благословений, ти, брати і сестри, коли ми приходимо в Дом Божий, схиляю свої коліна і кажем, Господи, ну поможи мені, одна жінка, я читав це місце Божого Слово, написано, їй чоловік, будучи пророком Господнім, но сталося так, він помер, і оставив після себе долги, оставив після себе те, що жінка не знала, як розплатиться з тими долгами, і прийшов заємодавить, забрати вже не те, що долги, але забрати синов її, і вона не знала, що робити, не мать чоловіка, хоча чоловік, я не знаю, будучи пророком, будучи служителем, але оставив після себе такий долгий, я не знаю, як в цьому, чим він думав, як він поступав, повстання умалочує, але благословена, це жінка, брати і сестри, коли вона бачить ту ситуацію, бачить це, що прийшло без виход в його життя, прийшов заємодавить, і вже треба, і щось від неї, і що треба робити, і вона робить правильний поступок, вона робить благословений поступок, вона звертається до Господа, до пророка Божого, іде до Єлисея і каже такі слова, я зачитав, каже, що Господь тепер, ну, і сказав Єлисію, що мені зробити тебе, ну, не знала вона, що даже зробити, Єлисію не знав, що мені зробити тебе, Єлисію говорить, скажи, что ты маешь. Вона сказала, что она мает оце. Елисея говорит, позить посуд, позить эти ковшины и наливай воды, сколько ты можешь. А потом мы знаем, что она продала и расплатила все этими долгами. Но кто это сделал? Это сделал ходателю своей. Вона заступала за сынов свои. Вона заступила за дом свой. Вона заступила за те, что ей было сильно дорого. Если тебе дорога семья, если тебе дорогие дети, если тебе дорогие, может, твои близкие, родные, то ты сегодня можешь прийти в собранье, ты можешь ревнувать до Господа. Ты можешь сказать, Господи, я заступаюся, поможи мені в этом. Боже, взаимодавец приходит, забирает детей моих. Может, вот, дружину, с семьей мою. Нема нормальных отношений. Что-то вкрадено. Надо что-то поменять. И Господь одно разу говорит до Моисея, Моисей, стань на этой скале. Стань на том месте, где я хочу с тобой говорить. И сегодня Господь нас зовет. Сьогодний каже, деймий, називаться будучи домом молитвы. И мы собираемся в цей дом молитвы. И схаляем свои колена. И ця молитва идет до Господа за субничество. Если мы знаем, и наши семьи, ну, не просто так. А мы идем до Господа. Для жінки цей не просто было отдать своих детей. Хоча могла сказать мне все равно за моих детей. Забирайте их. Я буду дальше сама по себе. Но нет. Вона сказала, я мені не все равно. Поможи мені, Пророк Божий. Поможи мені. Дай мені совет. Дай мені ответ. И Господь даёт совет через того Пророка. Бог даёт совет свій для тієї жінки. І вона получила благословіння. Но це все робить ревність. І те, що робить благословіння, такі поступки добрі. Но даже коли приходить вже, ну, безвихідне положення. Кажется, прийшла біда і вже виходу немає. Що тоді робити? Я читав місце Божого слова, де Ісус Христос, він сам говорить і сам засвічує уже Іван Левікіана. І каже, Ісус сказав їй, я є воскресенье і жизнь, віруючи в мене. Если умрёт, оживёт. Різівають переживання, брати і сестры. Коли друг Ісуса Христа, Лазар, він помер. Безвихідне положення. Но Ісус Христос сказав, жінці, не бійся. Я тобі сказав, віруй. Я приду і все буде добре. Кажется, приходить Ісус, Лазар вже в гробі. Кажется, вже всього виходу немає. Десь і в безвихідне положення. До кого йти? До Ісуса Христа йди. Віруючи вісім, що Ісус Христос тільки один може помогти тобі. Не друг поможе, не брат поможе, не може він просвітер, не хтось інший. Но один Ісус Христос, який каже, я є воскресіння і життя. Може, молитви немає. Може, немає такого сильного желання славити Господа. Кажется, воно було десь раніше. Но сьогодні десь воно поділося в моєму житті. І, кажется, вже немає. Як будто вмер для Господа. Но Господь каже, приходи до мене. Я є воскресіння життя. Він може промовити джільки слово. І ти знову будеш славити Господа. Приде життя в твоє життя. Приде життя в твій дім. Приде життя для твоїх близьких, рідів. Оце писання так говорить. Я не знаю, можливо сьогодні, може, хай до одного якогось серця, дух святий проговорив би. І це вже було б добре. Не напрасно це слово. Не знаю, як далі воно буде в наше життя. Но, брати і сестри, щоб ми пам'ятали, щоб яка б не була в нашій житті ситуація, на все є відповідь в Господа. Якщо навіть братів не буде, сестер не буде, близько не буде, схиляй коліна. І скажи, Господи, я знаю, що ти моє спасіння. Ти моє життя. Віруй тому слову, яке написано. Ісус Христос, Він вчора, сьогодні, і повіки той самий. Время, брати і сестри, воно скоро поміняється. Но ти должен вірити, що Ісус Христос, Син Божий, може міняти твоє життя, сім'ї твоїх дітей, життя твоє лічно, життя дружини, і наоборот. І може все ввести, і ввести тебе, сім'ю твою до Господа. Но сьогодні може все хорошо, но ти можеш сказати, я все хорошо, я мені не хватаю, я буду жити, як я хочу. Но не надо впускати руку, брати і сестри, бо сатана, він ходить, і хоче вкрасти, бити, погубити. Ти должен стояти, як та Авігея, ти должен стояти, як та жінка, як чоловік помер в заступницької молитві, щоб ця біда, яка даже може прийти, постігнути, щоб ти сказав, Господи, я знаю, в кого я віру, я хотів би в цьому за вами помолитися, я хотів би в цьому прославити Господа, щоб дійсно Господь торкався духом, святим, торкався нашого життя, щоб ми не опускали наших рук, але молилися один за одного. А може його хтось не знає, що сам устав, але треба підкріплення, і то добре, і ми разом будемо всі молити, молитися один за одного, славити нашого Господа, хай в цьому прославиться ім'я нашого Господа, йому хай буде слава, амінь, помолвимся. Слава Богу, брати і сестри, ще є нескільки минут, прочитаю 6-й главу Ісайи, всім дуже знакомим містом. 5-й стих. «И сказав я, горе мне погиб я, ібо я, чоловік с нечистыми устами, і живу среди народа також с нечистыми устами. І глаза мои виділи царя Господа Саваофа». Ми знаємо всю цю історію, коли Пророк Божий, він знаходився в храмі. Візнаєте, може бать, я так понимаю, що, можливо, йому казало, що все нормально в його житті, і нічого такого не замечав за собою. Але коли попав в присутствие Божье, коли ощутив, що він під Богом знаходиться, вдруг пришло к нему такое осознання, і він говорить, що горе мне, «Погиб я, ібо я, чоловік с нечистыми устами, і живу среди народа також с нечистыми устами». І глаза мои виділи царя Господа Саваофа. Він так понимал, що в такому состоянию невозможно предстати перед Богом, невозможно оправдатися. І він, коли попав в присутствие Божье, таке осознання пришло. Пришло такое понимання, що є якась нечистота в устах, і так далі. І говорить, «И глаза мои виділи царя Господа Саваофа». Вспомніть, що в Ветхом Завете, коли ангелы являлись людям, чи Господь проговаривав, і вони вдруг трепетали, вони вдруг боялись, вони говорять, «Увы, Господи, виділи мої глаза». Вони так понимали, що якщо ввіділи Господа, чи ввіділи ангела Божия, невозможно остатися в живих, тому що осознавали свою неправедність, осознавали свою нечистоту, осознавали то, що недостойне. І так було з цим Божьим Человеком. Але к цьому я прочитаю ще з Нового Завета. Смотрите, що Слово Божье говорить. Це послання апостола Павла к Галатам з 5-й глави, теж всем известне місто. Але с 19-го стиха написано так, «Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослуження, волшебство, вражда, ссори, завість, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, п'янство, бесчинство і тому подобне». І далі він говорить так, «Предваряю вас, як і прежде предваряю, що поступаючі так царства Божього не наследують». Смотрите, ми можемо себя очень легко, ми так обычно снисходительні, ми говоримо, ми ж такими грехами не грешим, нет у нас прелюбодеяния, нету там блуда, нечистоты, п'янством ми не занимаємся. А смотрите, а как насчет вражда, ссори, а как насчет зависти, гнева, как насчет распри, разногласия. Смотрите, а ми вот эти вещи часто, бываю, так оправдаємо как-то, оправдаємо, говоримо, «Ну, извините, я такой гневливий», или «Извините, я такой спыльчивий, я могу там сорваться», и вроде бы, ну, принимайте меня таким, как есть. То есть, человек своего рода оправдывается. Я думаю, что, знаете, нам почаще надо действительно искать лица Божьего и приходить в присутствие Божьего, чтобы Господь по-настоящему дал нам прочувствовать, насколько грехи, они мерзки пред Богом, понимаете, да? Вот как Исайя, вроде бы казалось ничего, но попал в присутствие Божье и говорит, о, нечистота в устах, ему пришло осознание, что он нечист, и, понимаете, то есть, если бы мы, если бы мы приходили в присутствие Божье, вот такие вещи вдруг оказываются за распри или ссоры, зависть, гнев, и он говорит здесь, «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так к Царствию Божьем не наследуют, а мы, оказывается, не можем это оправдать, вы понимаете, да? Мы не можем оправдать своего гнева, который не творит правды Божьей, мы не можем распри оправдать, оказывается, Слово Божье осуждает и в один ряд ставит с такими, как пьянство или блудня, чистота или прелюбодеяние, а мы так можем немножко так для себя, знаете, ну, извините, ну, я так, я так, ну, гневаюсь, поэтому, пускай нам Господь поможет, сегодня, я уверен, что Господь, Он говорил к нашим сердцам и через Слово, и мы в молитве, ну, ощущали и понимали, что Господь, Он просматривает сердца наши, и поэтому, да не будет ни в каком сердце сегодня оправдания для себя, чтобы мы не скрывали, а наоборот, и это, знаете, это не надо, может быть, даже в собрании, вы, когда наедине с Господом останетесь, когда будете молиться и приближаться к Богу, то нужно с Ним разговаривать, сказать, Господи, помилуй меня, я вот то и то вижу, я вижу, что я вот этот гнев не могу или вот эти распри не могу победить, я не могу победить такую, как ссоры или вражда, или зависть, кажется, кажется, оно так оправдано в жизни моей, на самом деле нету ощущения опасности, нету ощущения того, что это тоже великое, тоже это грех перед Богом, понимаете, и из-за всяких грех Слово Божье говорит, что смерть может прийти, поэтому пускай нас Бог благословит сегодня, ободрит нас, и мы будем молиться, мы будем здесь вот есть нужда.